С чего бы хотелось начать? Хотелось наше обучение начать с того, что определить место интерактивной панели в классе. В первую очередь предназначение интерактивной панели – это транслировать информацию на компьютере или, например, как сейчас, со встроенной операционной системой на базе Android. Поэтому наша интерактивная панель, то есть то, что вы транслируете на нее, например, видеосигнал, то и будет показано. Благодаря сенсорам, которые установлены в рамке интерактивной панели, в большинстве из них, кроме самых премиальных версий, которые, скорее всего, устанавливаются уже более в офисы, красивые, престижные главные здания. Так что обычно в классе устанавливается такая самая крепкая панель. Соответственно, во всех панелях для образования, как правило, сетка из ИК-сигналов образует такую вот клетчатую структуру, и интерактивная панель понимает, в каком месте вы стилусом сейчас нажали. Ну и, соответственно, она показывает все. Вы можете управлять или Android, или компьютером при помощи жестов или при помощи стилуса. Так, двигаемся дальше. Теперь вопрос к вам. Готовьтесь. Нам нужно определить, какая же у вас интерактивная панель установлена. Это достаточно просто сделать. У нас есть линейка, первая линейка панелей NewLine. Это серия RS. Ее отличает то, что у нее очень цветной, красивый школьный дизайн. Всякие такие заметочки. Вот она находится у нас внизу. Может быть, у вас серия ER. Ее отличает то, что у нее есть встроенный микрофон. Ну, или, может быть, у вас панель HO. Если вы, у панели HO и ее характерная особенность, что камера находится снизу интерактивной панели и есть массив микрофонов. Если вы узнали свою панель, напишите, пожалуйста, RS, ER или еще, если эта панель ваша. Ну, то есть ее название в час. Двигаемся дальше. Современные новые панели, вот новинки прошлого года. Это серия Q и Q+. Перед вами как раз одна из этих панелей Q+. Ее отличает не только массив микрофонов, но еще и камера сверху. Если у вас есть такая вот панелька, у которой нету камеры снизу, у нее есть набор различных портов с одной стороны, а с другой стороны такая специальная наклоненная панель с кнопочками, это значит, что у вас серия Q. Ну, и, соответственно, может быть, если у вас есть камера уже в комплекте, это, скорее всего, интерактивная панель Q+. Если камер нет, то это интерактивная панель Q. Ну, они друг от друга отличаются не только камерой, как вы понимаете, а еще техническими характеристиками. Но самая легкая и отличительная особенность – это наличие или отсутствие камеры. Возможно, у вас есть уже интерактивная русифицированная панель, которая собирается в России и изготавливается в России. Она очень похожа на панель RS, соответственно, это RS+, российская. В ней есть все преимущества экосистемы NewLine, плюс то, что она находится в реестре товаров и российских товаров, и может также быть вами приобретена. Так, смотрю Q, Q+, Q. Пока три человека определились. Супер. Так, ну, я так понимаю, что мне повезло максимально. Три из пятнадцати человек, сейчас, может быть, чуть побольше уже зарегистрировано, 21 человек. Три из двадцати человек, возможно, даже больше уже, пятеро, да, имеют панель Q+. Так что я смогу вам спокойно показывать функционал внутренней системы Android без сносок на разные виды панелей и разный вид. Это отлично. Ну что ж, давайте приступим. Независимо от того, какая у вас панель Q, Q+, и что, они немножко отличаются внешним видом. Именно поэтому я спрашиваю заранее, какая у вас именно панель для того, чтобы акцентировать ваше внимание. Но функциональность от панели к панели, она сохраняется. И практически все приложения, о которых мы будем говорить в топовых версиях, да, Q и Q+, они также есть во всех остальных версиях, и в H.O., и в R.S., и в R.S+. Так что здесь все очень хорошо. Еще пару моментов, да, что Display New Line, они отображают очень в хорошем качестве изображение. В 4K качестве, да, это Ultra HD. И у компании New Line есть политика битых пикселей. Если вдруг неожиданно у вас какой-то из пикселей вы заметите, что он битый, то есть он не показывает или показывает белый огонечек, то компания New Line обязуется полностью заменить эту панель. Компания New Line сообщает, что по всему миру возвратов панелей всего 3%. Представляете, 3% по всему миру за все это время. То есть достаточно мало они гарантируют качество панели. Кроме этого, интерактивная панель понимает 20 касаний, определяет их 20 касаний. Также оснащена специальным защитным стеклом. В панелях Куйку Плюс оно не просто защитное, а еще у компании New Line есть специальная бумага, заверяющая, что оно антибактериальное. Это, конечно, ну такое веяние моды коронавирусной было. Разрабатывалась эта панель в ходе коронавируса, поэтому появилась вот такая вот деталька. Но мне кажется, что все равно это такой небольшой плюсик. Ну и компания New Line позаботилась о каждом, и вы сможете в своем комплекте вместе с панелью найти не только комплектующие в виде кабеля или там стилусов, но еще и жидкость с тряпочкой комплектов. Особенностью панели New Line является то, что все порты, которые есть в интерактивной панели, а есть несколько портов, которые выведены во фронтальной части панели и на боковой части. Все эти порты пробрасываемые. Что это значит? Это значит, что если я вот сейчас, видите, у меня здесь белый донгл мышки установлен на интерактивной панели. Я еще на полный экран открою видео, вы сможете убедиться. Мышку я сейчас включила в панель. Я могу при необходимости управлять мышкой в Android, управлять мышкой во встроенном компьютере. И если я подключу свой ноутбук внешний или внешний компьютер к интерактивной панели через HDMI и USB кабель, он же кабель-тач, то я смогу этой же мышкой управлять и на подключенном, например, ноутбуке. То есть куда бы вы ни включили то или иное устройство, мышку, флешку, карточку памяти или какое-то другое устройство по USB, оно будет доступно во всех подключенных к New Line устройствах. Это безумно удобно, и в этом есть некая изюминка компании New Line. Ну и перейдем к базовому функционалу встроенного Android. Да, не удивляйтесь, в этой панели по сути огромный планшет. И в этом огромном планшете есть операционная система и внешнего компьютера. Мы уже можем управлять документами, показывать презентации, включать видео, аудио, браузер и в браузере, например, находить образовательный сайт и многое-многое другое. Все это возможно благодаря такому же, такой же операционной памяти, как в вашем телефоне на базе Android. Соответственно, вот так выглядит наш Android. Сейчас я переключу презентацию, да, и мы поговорим о внешнем виде главной страницы. Я периодически буду переключаться между презентацией и демонстрацией экрана. Вы не удивляйтесь, просто в каких-то моментах проще показать, чем долго говорить, а в некоторых моментах проще сказать, чем показывать. Так, сейчас я, у меня есть модный видеомикшер, который позволяет делать различные виды, чтобы вы меня не теряли. Так, ну что ж, как вы видите в трансляции и картинку со мной, и на заднем плане трансляцию того, что показывает интерактивная панель. Так вам будет видно хорошо, и периодически я буду переключать свой внешний вид, не пугайтесь. Итак, вы видите главную страницу New Line. Здесь у нас есть, ну, обычный, да, фон с главными приложениями. Как вы понимаете, внешний вид можно всегда настраивать. Первое. У вас в комплекте есть пульт дистанционного управления. В принципе, конечно же, я никогда не проводила уроки, да, я проводила занятия по работе с панелью, поэтому пультом не пользуются. Но, возможно, используя пульт управления, гораздо проще изменять яркость, громкость интерактивной панели при помощи пульта управления, нежели чем кнопками. Так что, если он у вас под рукой, и если вы им пользуетесь, то, конечно, он очень удобен. Но если вдруг вы не пользуетесь пультом, то я вам покажу способ, как вызвать настройки без помощи пульта. Поставьте огонечек тем, кто использует пульт в своей работе. И вообще, кто любит использовать пульт управления интерактивной панелью. Эх, пока ни одного огонечка. Будем ждать. Соответственно, если вдруг пульт у вас не под рукой, нам нужно как такой рок-движение, два пальца расставленных, и мы проводим снизу вверх, и включаем настройки. Ну, кажется, никто из слушателей не любит управлять интерактивной панелью при помощи пульта. А я вас не поинтересовалась. Думаю, что стоило спросить. Вы, в принципе, уже распаковали свои интерактивные панели? И пользуетесь ли ими? Так, пока вы пишете ответ в чат, покажу вам настройки. Соответственно, два расставленных пальца вверх, можно не на одной руке, можно двумя указательными пальцами, позволяют открыть быстрые настройки. В быстрых настройках есть несколько подпунктов. Это изменение громкости, изменение яркости. Здесь у нас есть различные дополнительные функции в виде заморозки, включения-отключения Wi-Fi, отключения звука. Инструменты класса мы можем включить и переключиться между источниками, вернуться домой в настройки и разделить экран. Также есть настройки звука, более сложные. Можно включить школьный класс, встреча и стандартный режим. Так, вижу, кто-то ответил. Пользуемся, но в высеченном объеме. Спасибо за комментарий. Если у кого-то тоже есть комментарий, пишите, пожалуйста. Соответственно, после того, как мы все настроили, кнопки с настройками также в панелях Q и Q плюс дублируются здесь, других панелек нужно будет также вызывать. Вы можете настроить и главную страницу. Вы знаете, однажды я говорила с педагогом, образцом, который использует панель другого производителя, и эта женщина предложила очень интересный ход. Она подготавливает к каждому, например, открытому уроку, подготавливает специальные обои для интерактивной панели. Дети заходят в класс и видят, обоих видят некий намек на тему будущего занятия. И уже на перемене гадают, о чем же оно будет. И данная картинка, она как бы постоянно подсказывает и таким образом поддерживает тему занятий. В принципе, вполне можно менять таким образом обои, может быть, не каждый день, но там по каким-то важным событиям или важным случаям, почему бы и нет. Соответственно, на главной странице, кроме поиска, вы также видите шесть значков. Это иконки быстрого доступа. Если нажать и удерживать иконку, то, как и в мобильном телефоне, да, они, как вы видите, да, у них все обвелось, можно удалить какую-то иконку, например, вот эту, да, удалить. И потом поставить новую какую-то, чем вы, приложение, чем вы пользуетесь. Например, вы часто подключаете компьютер или ноутбук к интерактивной панели, и вам вы можете выбрать не просто переход к источникам, да, а конкретный источник. Например, HDMI 1 или HDMI 3, или вы, например, подключаете дополнительный компьютер по Type-C, тогда выбираем ее. Либо можем выбрать из приложений, какое-то приложение вы используете чаще всего, например, интерактивную доску или калькулятор, или вот здесь есть интересное приложение, которое называется Aquamail. Вот, почта. Это очень хороший почтовый клиент, который можно настроить для интерактивной панели и рассылать через интерактивную панель всем сообщения, например, сохранив данные белой доски, результаты. Вы работаете над проектом, написали огромную карту там или дорожную карту проекта и разослали всем участникам проекта для того, чтобы у них была копия. Почему бы и нет? Очень удобно, да, можем выбрать почту. Так, кроме этого, у нас есть возможность доступа к дополнительным настройкам через вот этот кружочек, да, меню. Оно как находится с правой стороны, так и с левой, и включается по нажатию. Оно раскрывается, и здесь мы также можем настроить, какие иконки здесь будут. По умолчанию, как вы видите, да, это OPS-компьютер, возможность сделать скриншот экрана, возможность включить белую доску из любого места, ну, то есть, где бы вы ни были, да, либо в функциональности Android, либо в своем компьютере, нажимаете на белую доску, и она открывается. Вернуться домой, то есть, к этому экрану и открыть все приложения. Во вкладке «Все приложения» открыты все приложения, которые вы пользуетесь. Ну, и как вы понимаете, так же, как и с мобильным телефоном, вы нажимаете «Удалить» или «Закрыть все приложения», они закрываются, очищаются. Таким образом, сама система будет работать производительно, да, то есть, если она не перегружена всеми открытыми приложениями. Двигаемся дальше. Сверху у нас также есть массив различных значков и различных команд. У нас есть уведомления, можно открыть USB, можно открыть настройки сети. И если нужна подсказка, то быстрые подсказки на значок «Вопросы» нажимайте, они расскажут вам о функционале интерактивной панели и настройки. Здесь в настройках, да, я буквально пару слов уделю, пару минут уделю настройкам, поскольку они достаточно интересны. Вы можете в пункте «Дисплей тема» вы можете не только выбрать, ну, тему, да, для своей интерактивной панели, ну, может быть, деревья, или вот мы выбираем стену, поскольку она такая нейтральная, темная, не отвлекающая от самого содержания, да, можно поменять на какую-то другую заставку. Но кроме выбора темы, мы еще можем установить свой логотип. Так вот, вы можете установить свой логотип, логотип своей школы, например, или детского сада, и использовать его. Это добавит, ну, немножко лоска в использовании интерактивной панели. Соответственно, вы можете добавить не только логотип, но и свои обои, также загрузив с флеш-накопителя. То есть, вставляем флешку и устанавливаем логотип. Также, если вдруг вам кажется, что шрифт интерактивной панели слишком мелкий и не очень удобно читать, вы всегда его можете сделать покрупнее, и, соответственно, весь шрифт везде будет достаточно крупным. Так. Кроме этого, есть, на самом деле, достаточно много интересных настроек. Здесь, как и в обычном андроиде, вы можете изменить настройки сети, подключить интерактивную панель к Wi-Fi. К Wi-Fi вашей школы это удобно. Либо, например, проводным способом. Вы можете изменить дату времени, можете использовать различные звуки. Что бы я хотела, на что бы я хотела обратить внимание, это на режим питания, да. Здесь вы можете поставить режим энергосбережения, и когда ваша интерактивная панель будет уходить в сон. То есть, даже если вы забыли выключить ее после урока, она там, например, через 20-30 минут может легко переходить в режим сна и выключаться самостоятельно. Также есть такой пункт меню «Вход и выход». Здесь мы можем выбирать источники. То есть, если вам не нужна встроенная система Android, и вы сразу предпочитаете работать на компьютере, вы можете вот здесь выбрать источник сигнала, который будет открываться по умолчанию. Например, вы подключили компьютер к HDMI 1, да, там все порты подписаны, вы легко определите, какой порт вы используете. Вы выбираете HDMI 1, и при включении интерактивной панели автоматически будет включаться компьютер без Android части. Таким образом, вам не нужно будет совершать лишних действий. Или наоборот, вам больше нравится интеллектуальная система. Интеллектуальная система – это как раз та самая ОС, которую мы с вами разбираем. Вы можете выбрать ее, и тогда при включении будет в домашнем экране показываться домашний экран. Ну, и здесь вы сможете также почитать достаточно много настроек. Не буду на них много времени тратить, потому что они достаточно просты, в них разобраться не так сложно, гораздо важнее, чтобы я вам показала программы различные и компоненты. Так, пользуемся мы в источенном объеме. Только один человек пользуется, я так понимаю, остальные не пользуются интерактивной панелью. Так, теперь пройдемся по программам, которые уже предустановлены в интерактивной панели NewLine. Здесь, сейчас я одну секундочку посмотрю, к какой мы сети подключены. Так, в панели уже предустановлено некоторое количество программ. Они находятся на втором экране, да, если мы в таком свайп, да, или, не знаю, как это движение по-другому назвать, да, немножко перелеснем страничку, то здесь будут показаны ярлычки всех установленных по умолчанию программ. Важный момент, да, что вот есть программа, которая называется NewLineStore. Сейчас я, ну, я думаю, что там маленький пока значок. Сейчас я покажу, выключу презентацию, покажу по большем формате. В магазине NewLine можно скачать еще приложение. Магазин, он называется номинально, все приложения там бесплатно. Хотела бы ваше особое внимание обратить на несколько предустановленных приложений, которые могут вам помочь сделать урок действительно интерактивным и сделать его интересным. Первое такое приложение называется NewLineCast. NewLineCast позволяет транслировать с мобильного телефона или компьютера изображение на экран без проводов. Как это происходит? Так, сейчас попробую сделать, сделать трансляцию своего, экрана своего мобильного телефона. В первую очередь, да, для того, чтобы транслировать приложение, мы откроем NewLineCast на компьютере. Вот оно, ой, на интерактивной панели. Вот этот значок NewLineCast. Далее, включается приложение NewLineCast или DisplayNote, который позволяет создавать сеанс беспроводной связи. Вы можете открыть приложение через компьютер, то есть дать доступ вашим детям, и они могут смотреть в, например, дистанционной форме на то, что вы будете транслировать. Но можно без установки приложения также транслировать экран телефона. Что нам нужно сделать? В первую очередь, нам нужно, чтобы компьютер или мобильный телефон, который мы собираемся транслировать, был в одной сети с интерактивной панелью. Именно поэтому я посмотрела, какая же сеть сейчас установлена на нашем компьютере. У нас в компании несколько сетей, к которым мы можем подключиться. Итак, я подключилась к своему телефону. И, как вы видите, вот здесь мой телефон появился среди других устройств. И в трансляции я вижу, что видно. Ну, уж простите, он как называется, как называется. Дело не в этом. Вы видите, хотя я подключила свой телефон, но картинка моего телефона сразу не выведена на экран. Это возможно благодаря дополнительным настройкам. В настройках я включила... Сейчас я посмотрю, видно вам. Да, я включила управление сеансом. И здесь режим модератора. В режиме модератора я могу управлять тем, кто будет выводиться на экран из тех подключившихся учеников, что позволяет избежать неловкости. Дети любят проверять учителя и его урок на прочность, поэтому здесь режим модератора может вам помочь. Итак, ну, для чего может пригодиться... Для чего может пригодиться такой способ трансляции экрана, да, мобильного телефона или планшета? Ну, в первую очередь, потому что на мобильном телефоне или планшете для учеников может быть достаточно большое количество интересных приложений, которых нет на компьютере. Вот, например, когда мы искали приложения для изучения астрономии, да, я нашла несколько приложений очень даже интересных. То есть я могу дать ребенку телефон или планшет, он может посмотреть, как выглядит солнечная система с Земли или как выглядит солнечная система с Венеры, может быть, с Меркурия или Сатурна. Можно рассмотреть Сатурн поближе и посмотреть, какие у него тут спутники, да, вот здесь достаточно много, как вы помните, вот, можно чуть поближе отдалить его, да, и посмотреть, какие спутники сейчас летают. И таким образом, да, мы можем сделать интерактивным взаимодействие с картой солнечной системы. Ну, таких приложений много, и для начальной школы их достаточно много, и вполне будет участвовать в этом задании не только тот, кто на планшете его выполняет или на телефоне, но и все остальные участники могут следить за тем, как происходит выполнение того или иного задания. Ну, и, конечно же, участвовать в этой самой трансляции. Кроме этого, конечно, если для маленьких детей, безусловно, будут интересны различные приложения, взрослые дети могут, например, в групповой работе создавать на компьютере, например, на двух, трех или четырех человек презентацию или какую-то совместную работу, и без подключения проводами демонстрировать со своего рабочего места ту самую презентацию для всех остальных участников. Это значительно сократит время на вот этих технические неполадки, когда вы подключаете проводом компьютер, пытаетесь их соединить и так далее, и так далее. Вот такое приложение, очень удобное. Есть еще приложение Display Note. Можно его поставить как на компьютер, так и на мобильный телефон, и это как бы расширит функционал данного приложения, New Line Cast. Можно посмотреть, видите, я вот ни обновления еще не установила, может быть, там еще дополнительные функции. Также можно складывать в общие элементы файлы и папки для детей, но это уже дополнительная такая возможность. Так, возвращаемся к экрану домой и всем приложениям. Не буду пока включать презентацию, расскажу сразу. Кроме New Line Cast есть еще одно приложение, которое называется New Line Broadcast. New Line Broadcast позволяет демонстрировать, точнее транслировать то, что показывается на интерактивной панели. Неважно, находимся мы в Android-части, или, например, мы находимся где-то на компьютере, на встроенном компьютере, или, например, подключили компьютер, мы можем детям выдать трансляцию экрана. Что мы делаем? Мы включаем приложение New Line Broadcast. Здесь у нас есть сайт Broadcast Online, и нужно на сайте будет ввести этот номер. Так, сейчас я вспомню, как мы можем поделиться ссылкой. Так, сейчас. Я хочу поделиться ссылкой с вами для того, чтобы вы тоже смогли оценить и попробовать посмотреть, как выглядит трансляция, да, раз мы учимся с вами вставить. Сейчас, одну секунду. Сделаем небольшую манипуляцию. Про приложение, которое я использую, я вам чуть-чуть попозже покажу. Я его чуть-чуть попозже покажу. Я скопировала ссылку, и теперь могу отправить ее в чат. Соответственно, если хотите, вы можете в соседней вкладке перейти по ссылке и посмотреть, как же работает трансляция. Я ее отключать не буду, но будьте бдительны, что если вы включили уже трансляцию вебинару, и еще дополнительную трансляцию экрана, ну, если у вас хороший интернет, ему ничего не будет. Даже не почувствуете разницу. Если у вас на низкой скорости интернет, то возможны падения сигнала вебинару. Так что смотрите. Но оставлю трансляцию, пусть она будет. То есть можно, в принципе, просто набрать ссылку broadcast.online и ввести номер, и вы также попадете на трансляцию. Либо скопировать ссылку, разослать по почте детям, либо, как я, сложным, ну, не сложным, наверное, самым простым в данном случае способом, превратила ссылку в QR-код. И, например, если у вас много участников, то они могут сфотографировать при помощи мобильного телефона QR-код и сразу попасть в трансляцию. Для чего такая трансляция может понадобиться? Ну, в первую очередь, если вы, например, работаете в ВУЗе или в ваши потоки детей, они достаточно большие, класс большой, расстояние от дальней парты до интерактивной панели достаточно большое, и не всем на дальних партах всегда видно, что происходит на панели. Вы можете детям выдать эту ссылку или там открыть средства трансляции, и они могут смотреть, не щурясь, что происходит на панели, и видеть, например, на своем планшете все, что происходит. Ну, это, скорее, конечно, для ВУЗов удобная функция. Дистанционные участники также в режиме реального времени увидят то, что у вас происходит на панели со всеми вашими комментариями, и им достаточно будет только включить, например, видеоконференц-связь, для того, чтобы увидеть вас как спикера. Ну, и кроме этого, если у вас большая аудитория с большим количеством человек, до 300 подключений можно делать, и до 200, по-моему, прощу прощения, можно совершать, подключаться к интерактивной панели. Соответственно, если у вас большая конференция, то каждый участник конференции тоже, не щурясь, может разглядеть десятый шрифт на вашей презентации. Обычно на конференциях часто случается. Если вам нравится технология каст и бродкаст, поставьте огонечек для того, чтобы я знала, что все не зря. Вот, вижу один огонечек, спасибо. Одному человеку точно понравилось. Троим, отлично. Видите, 200 мобильных устройств. Я хотела вас немножко ввести в заблуждение, прошу прощения. Кроме этого, обращаю ваше внимание, что интерактивная панель может не только получать видеосигнал от внешних устройств, например, ноутбуков, да? Но еще и отдавать сигнал. Как сейчас моя интерактивная панель отдает сигнал видеомикшеру, который, при помощи которого вы видите не только меня в камеру, но и трансляцию экрана нашей интерактивной панели. Как эту функцию можно использовать? Если поставить, например, интерактивную панель рядом с большим экраном в конференц-зале, то человек легко сможет сам управлять своей презентацией, ее, например, изменять, аннотировать, и эта же презентация будет один в один транслироваться на огромном экране, и все люди смогут увидеть. Вот, так что достаточно удобная история. Можно ее вполне использовать. Кроме тех особенных приложений NewLineCast и NewLineBroadcast, которых я рассказала, да, это исключительно изобретение компании NewLine. Есть и стандартные приложения, которые есть в любом Андроиде, да, и которые упрощают жизнь педагога. Сейчас я включу, вам их покажу. Но про почту мы с вами поговорили. Про на браузере Chromium не буду останавливаться, поскольку работа в браузере уже является неотъемлемой частью жизни любого человека, да, здесь она усеченный браузер, позволяющий искать, там, сделать вкладки, использовать данный браузер для поиска в интернете каких-то важных сайтов или источников, или видео, и так далее. Кроме этого, есть Office Suite, то есть студия, которая позволяет открывать все документы всех форматов, то есть Word, Excel, PowerPoint, PDF-документы с флешки, например, можно легко их открыть, листать в режиме чтения, они будут доступны в режиме демонстрации, то есть изменить на интерактивной панели вы не сможете, но демонстрировать свои презентации детям, если они статичные, то почему бы и нет, да, то есть можно даже не подключать компьютер. Есть файловый обменник, он выглядит как папочка, да, здесь все файлы собраны, можно посмотреть, сколько осталось места на вашем внутреннем диске, на вашей внутренней памяти, в вашей внутренней памяти можно подключить диск по локальной сети, можно подключить флешку, ну и, соответственно, набрать оттуда документы и их воспроизводить, да, при помощи различных программ. Так. Я стараюсь следить за временем, чтобы нам не выйти из тайминга. Ну, конечно, самым таким важным и значительным приложением для преподавания является белая интерактивная доска. В данном случае она не белая, для того, чтобы вам все было видно как в трансляции, так и на камере, а то белый на камере отсвечивает, да. Возьму стилус, который есть в комплекте. Это стилус пассивный, то есть если вдруг у вас что-то случится с этим стилусом, необходимо будет подобрать пластиковую, ну не знаю, какую-то палочку, да, схожую по диаметру вот этого грифеля. То есть, в принципе, можно писать любым устройством, ну, главное – это его толщина. Соответственно, интерактивная панель определяет три типа касаний. Первое. Когда вы касаетесь стилусом, сейчас мы выберем только белый цвет, чтобы вам было видно. Когда вы касаетесь стилусом, то вы пишете при помощи пера. Сразу интерактивная панель понимает, что вы прикасаетесь стилусом и активирует цифровые чернила. Если вы прикасаетесь пальцем, то интерактивная панель понимает, вы прикасаетесь пальцем и используют возможность, ну, как бы, стрелки, так скажем, стрелки на интерактивной доске. То есть я могу увеличить, уменьшать фигуру, могу изменить ее свойства, например, цвет, сделать ее поменьше или побольше, могу, например, удалить ее или дублировать, да, вырезать, ну, то есть все необходимые действия с ней могу совершать. Ну, и третий способ прикосновения, я сейчас только поменьше сделаю, это прикосновение ладонью. Когда я прикасаюсь ладонью, то мой объект стирается. Если вы являетесь любителем, точнее, не любителем прикасаться к интерактивной панели, ну, поскольку это все-таки оставляет следы, да, и в нынешних условиях повышенной вирусной опасности не все педагоги любят стирать рукой, то вместо руки вы можете использовать тряпочку. Ну, вы знаете, как на маркерных досках, к маркерным доскам примерно с размером с телефон делают такую тряпочку, то есть пластиковая рамка, внутри губка, а на губке тряпочка, да, для того, чтобы не царапать стекло. И вы вот так вот тряпочкой стираете. Вполне такое можно соорудить, и интерактивная панель будет понимать, соответственно, что вы стираете. Если вы любитель тряпочек и не приемлете прикосновения пальцем или стирания рукой интерактивной панели или вообще доски, жмите огонечек. Узнаем, сколько среди нас любителей тряпочек и стирания при помощи специальных средств. Кажется, все любят стирать рукой. Пока ни одного огонечка. Кроме этого, да, пока все равно ни одного огонечка. Все любят стирать рукой. Все ясно. Кроме этого, мы можем в настройках, они находятся вот здесь, если стоять лицом в панели, то с правой стороны есть кнопочка настроек, и здесь мы можем использовать другую опцию, которая называется писать с помощью тонкой ручки или пальца. Если мы выберем именно этот пункт, то он нам позволяет выключить распознавание разницы между пальцем как мышкой и стилусом как пишущим устройством. Мы можем писать теперь как стилусом, так и пальцем. Причем, видите, палец и стилус – это два разных инструмента. По-разному их можно настраивать. То есть если вы прикоснетесь пальцем и выберете желтый цвет, то вы сможете писать желтыми чернилами или зелеными. В то время как стилусом вы продолжите писать белыми чернилами. То есть интерактивная панель распознает тип вашего касания. Но теперь мы можем использовать ту самую опцию 20 касаний. То есть можно пригласить нескольких детей, и они одновременно своим пальцем или рукой могут писать. Так, Ксения Михайловна подключилась. Но я так понимаю, что никто не пишет тряпочкой. Ой, никто не стирает тряпочкой, все стирают рукой. Что ж, ну и мы и сотрем рукой все наши каракули. Я вот тоже люблю стирать рукой. Так, двигаемся дальше. Как вы видите, у нас есть вот здесь меню набора инструментов. Здесь еще необходимое. В первую очередь это те самые настройки цифровых чернил. Есть возможность выбора цвета и даже из большой цветовой палитры. Не только основные цвета, но и любые дополнительные. Можно выбрать, либо это будет маркер, либо это такое небольшое, но все-таки красивое перо у нас будет. Следующее, это, так скажем, текстовый делитель. Он отличается своей прозрачностью. То есть я могу подчеркивать какие-то свои же надписи или надписи, например, как текстовые, если вы ввели. Их подчеркивать и таким образом выделять смысловые части. Кроме этого, здесь есть небольшой набор фигур, которые вам могут пригодиться. Мы выбираем фигуру. Выбираем типы в заливке. Например, зальем фигуру черным. Это будет синий круг. И после того, как мы выбрали, начинаем растягивать нашу фигуру от левого верхнего угла в правый нижний. Чем дольше вы по диагонали растягиваете, тем больше фигура становится. То есть если вам нужен маленький кружочек, вы чуть-чуть растягиваете. Если вам нужен кружочек побольше, вы растягиваете чуть дольше. Ну и, соответственно, вы можете собирать композицию из разных геометрических фигур, если это необходимо. Следующий инструмент – это лассо. Лассо позволяет нам выделить несколько фигур или несколько объектов на странице. Для того, чтобы их, например, сгруппировать или все вместе повернуть, или все вырезать, или все копировать. Ну, в зависимости от вашей задачи и целей. Если вы все сгруппировали или сгруппируете, то теперь эти прекрасные кружочки будут двигаться целой группой. То есть все вместе могут передвигаться, или вы можете их размер изменить на странице тоже в группе. Далее. Ластик, наш инструмент, он бывает двух видов. Как вы поняли, да, мы можем удалять рукописный вот не целиком, а только лишь какие-то части, да, и действовать как обычным ластиком. Где ластик соприкасается с цифровыми чернилами, там они и стираются. А можем, например, выбрать второй ластик, который удаляет всю фигуру целиком, да, все, что вы написали. Я провожу только по одной части, но удаляется вся каракуля. Тоже бывает необходимо. Ну, и плюс, если у вас очень много надписей, вам нужно стереть все, что у вас есть на вашем экране, вы можете нажать следующую иконку, удалить все заметки, мы их очищаем, и у вас снова белый экран. Но что делать, если, например, вы написали там «классная работа», ой, сейчас. Ну, не буду дописывать работу, чтобы не тратить время. Нет. А то так непонятно. Написали «классная работа», здесь запомнили много-много информации, не хотите ее терять. Но вам нужна новая страница для новых объяснений. Вы можете добавить новую страницу, вот здесь у нас есть плюсик. Нажимаем на плюсик, и добавляется вторая страница. Вторая страница, как видите, она чистая. Но в сортировщике страниц первая никуда не пропала. Для того, чтобы посмотреть на сортировщик страниц, необходимо нажать на циферки. Вот здесь, видите, один из двух, то есть первая из двух страниц. Если мы нажимаем на цифры, открывается вот такое окно быстрого просмотра всех страниц. Можем переключаться между ними, между страницами. Кроме этого, если нажать и подержать значок плюса, у нас откроются настройки новой страницы. Например, по умолчанию у вас стоит зеленый квадратик. Но вот именно сейчас вам нужно, чтобы на, например, светлом фоне у вас был, ну, я не знаю, там, шаблон в линеечку. Пожалуйста, вы можете это выбрать. Но данные настройки будут использованы только для той новой страницы. Если вы опять нажмете плюс, то вернется к стандартным настройкам. Если же вам нужно настроить страницу, чтобы всегда, например, вы учитель математики, чтобы всегда на белом фоне открывались клеточки. Что же делать? Мы нажимаем настройки. И вот здесь есть настройки по умолчанию. Нажимаем настройки по умолчанию. И здесь у нас вы можете настроить много различных элементов. Вы можете настроить фон. Здесь вы можете настроить цвет фона, выбрав его из образцов, например, серый или синий. Давайте синий возьмем. Простите, я выбираю темные цвета, чтобы у нас в трансляции была неребивая картинка. А так вы можете выбирать абсолютно любые цвета. Вы можете выбрать один из представленных шаблонов. Их тут достаточно много. Есть линеечка, есть клеточка. Есть список дел, есть разделение на четыре, есть музыкальный нотный стан с скрипичным басовым ключом. Есть даже какие-то игровые штуки в виде полей, ноты, клавиши фортепиано, даже периодическая таблица элементов. И, замечу, в самом конце пользовательский шаблон. То есть вы можете скачать и на флешку, и установить сюда любой шаблон, который вы используете. Например, в начальной школе вы учите детей писать, и у вас есть специальная пропись. Я знаю, там есть какие-то особые, особая линовка, состоящая из 4-5 частей, чтобы крючочки правильно вставили дети и так далее. Можете эту линовку сюда добавить, она также будет демонстрироваться на странице. Но, как и в случае логотипа, вот здесь, обратите внимание, здесь написан рекомендуемый размер 3840 пикселей на 2160. Меньшего качества картинка будет смотреться плохо. Поэтому, когда вы будете ставить свой шаблон, проверьте, чтобы он соответствовал данным характеристикам. Иначе будет некрасиво. Но вы можете все добавить. Итак, мы определились с фоном. Теперь мы можем выбрать цвет ручки. Ну, оставим темный. Можно выбрать белый и ее толщину, например, толстая. По умолчанию. То есть, когда вы будете в следующий раз брать ручку, она будет писать именно так, как вы ей скажете. Так, ну и текстовый делитель, также его можно настроить. И ластик, также его можно настроить. По умолчанию, например, будет обычное стирание. Текстовый делитель оставлю так, как он и есть. Добавляем новую страничку. И теперь, как вы видите, наша страничка поменялась. Наша страничка поменялась, и теперь мы можем спокойно использовать. Так, кроме этого, у нас есть не только настройки страниц, но и с левой стороны, если мы смотрим на панель, да, у нас есть набор дополнительных настроек. Что же здесь есть? Если мы нажмем на три точки, то мы увидим, что мы можем добавить к интерактивной панели огромное количество медиа данных. Например, изображение с флешки или из интернета. Можем добавить текст. Для того, чтобы добавить текст, нужно коснуться экрана и здесь печатать. Причем, как вы помните, да, мы подключили мышку. Таким же образом вы можете подключить свою Bluetooth-клавиатуру или проводную клавиатуру и напечатать, если это необходимо. Ну, в данном случае мы сейчас закроем, чтобы не тратить время. Я думаю, что здесь вы справитесь. Вы можете добавить стикеры для, например, мать, мэп, карты урока, да, то есть эти стикеры можно... Ой-ой-ой-ой, я же не изменила, да, здесь необходимо будет переключаться. Для того, чтобы пальцем, когда мы проводим, не проводила, не рисовала линию, да, нужно включить писать только с помощью тонкой ручкой. И тогда мы можем пальцем уже изменять страницу, делать ее побольше, поменьше и так далее. Соответственно, можем на стикерах писать при помощи пера, можем на стикерах печатать при помощи текста и, например, разные стикеры соединять между собой, да, там, например, из этого следует и так далее, и так далее. Вы можете выбирать цвет стикера, например, синий, да, и, коснувшись с ручкой, вы можете изменять его размер. Ой, да что ж такое... Оп, сейчас, одну шкуну... Или, например, его копировать и вставить в другое место. Оп, вставить. Соответственно, все эти стикеры можно соединять друг с другом и так далее. Кроме этого, здесь можно искать изображения в интернете и видео. Они также прикрепляются к нашей интерактивной панели сюда, как в видео, и мы можем смотреть, собственно, эти изображения. Интерес представляют инструменты и холст. Здесь у нас есть все измерительные инструменты, линейка, треугольник, транспортирный, циркуль. Ими также можно пользоваться уже в рамках интерактивной белой доски. И самое интригующее – это холст. Режим разделения экрана. Мы можем делить экран на две или три независимые части. Полегче. Как два различных инструмента мы можем использовать. И еще одна дополнительная функция. Когда я опишу на своей половине, пытаюсь залезть на половину своего напарника, ничего у меня не получается. То есть серые разделительные черта действительно разделительные. Кроме этого, я могу взять ластик и одновременно и стирать, и что-то писать. Вот, пожалуйста, потихонечку все стирается и записывается. Соответственно, вы можете дать задачку, пример, что-то еще. И дети параллельно могут ее выполнять. Можно поделить не только на два, но и на три раздельных экрана и пригласить трех детей. Думаю, что четырех уже будет слишком. Три ребенка – это максимальная разместимость в интерактивную доску. Сейчас выйду пока, покинуть. Соответственно. Здесь про все дополнительные настройки я рассказала. Ну, и кроме этого, здесь же мы можем в файле сохранять нашу белую доску. Нажимаем «Сохранять как». И здесь мы можем присвоить имя файла и сохранить ее в памяти компьютера, если это необходимо. Можно выбранные страницы сохранить, можно все страницы сохранять. Документ сохранится в формате IWB, то есть формат интерактивных белых досок, и можно открыть не только в приложении «Белая доска» от NewLine, но и, например, в приложении «Белая доска» от Microsoft. Если же вы хотите экспортировать доску, то есть превратить все страницы белой доски в изображение и отправить детям, то вы можете экспортировать, например, в PNG, JPEG или PDF файл. В PDF будет большая, красивая, а картинка может сохраниться в исходном размере. Соответственно, также выбираем все страницы, мы экспортируем или не все, например, только все страницы. У нас открывается файловый обменник, и мы можем выбрать в памяти компьютера или на флешке ту папку, куда мы хотим сохранить. Вот я, как для примера, сохраняла белые доски предыдущих обучений, и они здесь в памяти до сих пор хранятся. Так, ну, например, Android, выберем «Медиа», использовать эту папку, разрешить. Все, наша белая доска сохранена, и если мы сейчас откроем файл в обменник, мы увидим там как раз нашу папку. Важный момент. Интерактивная белая доска – это не полнофункциональное приложение для интерактивных уроков. Она создана в первую очередь для того, чтобы быстро добавлять какие-то заметки и комментарии к своему уроку. То есть вы пишете, показываете, показываете, показываете презентацию, и поняли, что вам нужно, ну, например, какую-то теорему разобрать поподробнее. Открыли белую доску, пописали на белой доске, обратно вернулись к презентации и продолжаете. То есть здесь собраны инструменты, необходимые минимум, гораздо больше инструментов и гораздо интереснее представлены в программном обеспечении, которое называется New Line Engage. Оно устанавливается уже на интерактивную, на ваш компьютер, да, либо встроенный компьютер, либо ноутбук, и уже из ноутбука вы можете создавать интерактивные уроки. Об этом мы с вами поговорим уже на следующей встрече. Ну, перед тем, как закончить нашу встречу, да, я бы хотела вам показать и пару слов остановиться о том, как же подключается внешнее устройство. Возможно, при установке вашей панели вам уже настроили. То есть если у вас стоит на учительском столе компьютер, то он автоматически включает интерактивную панель, и на интерактивной панели уже все изведено. Но на всякий случай, да, так бывает, что у вас есть свой домашний компьютер, который вы можете использовать, или у вас есть рабочий ноутбук, который вы можете использовать, или к вам в гости придет, например, какой-то специалист, который скажет, что я буду демонстрировать только со своего компьютера, и презентацию вам не передам. Что же делать в этой ситуации? Как подключить внешнее устройство? Итак, у нас есть, сейчас я смотрю, какой у меня кабель здесь есть. Нам нужно два кабеля. Одну секунду. Оп. Два кабеля для подключения. Это кабель, который называется USB. Кабель Touch. Он есть в коробке с интерактивной панелью Q. По-моему, там еще есть и кабель Type-C. Это уже самый последний вариант использования. То есть, если у вас панель Q, и у вас в компьютере поддерживается передача звука и видеоизображения через Type-C, то вы смело можете пользоваться этим кабелем. Тогда вам нужен только один кабель Type-C. Его можно подключить как на переднюю панель, вот здесь она есть, да, так и боковую панель. Причем здесь, по-моему, и на передней тоже панели кабель Type-C еще и заряжает компьютер. То есть, в нем достаточно зарядки. Если у вас обычный компьютер, который поддерживает HDMI, то вам потребуется два кабеля. Сейчас я переключу на... Ой, одну секунду, чтобы вам показать покрупнее. Вид 1. Вот. На полный экран. У меня есть два кабеля с собой, да. Соответственно, вам нужен кабель HDMI, который передает картинку и аудио. И USB-AA или USB-AB, в зависимости от того, какая у вас панель, да, USB-AB выглядит вот так, как квадратик. USB-AA выглядит как два USB-кабеля. Вы подключаете. Здесь написано, да, USB-Touch. Вот мы как раз подключаем USB-Touch сюда. HDMI-сигнал сюда. И, соответственно, противоположные концы USB и HDMI мы подключаем к нашему компьютеру, к нашему ноутбуку или любому другому внешнему устройству. Какое бы мне устройство выбрать для... Давайте выберу ноутбук. Ой, спасибо за огонечек. Вижу вашу реакцию. Да, соответственно, ну вы... Сейчас сразу не увидите. У меня тут переходник к моему ноутбуку. Да, соответственно, я подключила Touch и USB. Смотрите, да, автоматически интерактивная панель пытается подключиться к моему ноутбуку. Сейчас я его возьму на руки, чтобы вам было видно. Итак, подключаемся. Спасибо за огонечек. Вижу его. Подключаемся к компьютеру. Сразу он определяет, да, HDMI-1. Сразу он начинает и на моем компьютере сейчас процесс... Ой, сейчас мы свернем нашу вебинарную площадку. Одну секундочку. Вот так сделаю, да, чтобы прикрыть свой рабочий стол. Соответственно, после подключения в 4К-качестве мой дисплей, мой ноутбук, который я держу в руках, при помощи вот этих двух кабелей, вот они идут, да, вполне подключается к интерактивной панели. Это сделать очень легко, очень быстро, и, ну, автоматически панель подхватит и продемонстрировать все, что на компьютере. И отключать также легко и просто мы выдергиваем провода. Совет. Не подключайтесь к передней панели по возможности, потому что, как правило, уроки проводятся в динамичном режиме, и вы можете сбить здесь все подключенные устройства. Я вас благодарю за внимание. Если у вас есть вопросы, то задавайте их в чате, сейчас самое время. Сегодня мы с вами поговорили о базовом функционале интерактивной панели NewLine, о том, что мы можем использовать здесь, быстро переключаться между приложениями. В приложениях у нас есть возможность включать различные приложения и использовать без подключения компьютера для самых важных нужд. Это трансляция презентации, трансляция видео, трансляция аудио. Ну, и, соответственно, мы можем транслировать экран мобильного телефона, планшета или компьютера без дополнительных проводов на интерактивную панель при стабильной работе интернета. Вижу вопрос, будет ли запись. Да, будет запись. Мы разошлем, сделаем рассылку после первого вебинара, в которой напомним о том, когда и во сколько будет следующий вебинар. И, конечно же, приложим запись этого вебинара для того, чтобы вы могли в спокойном режиме посмотреть его еще разочек, да, и пройти, например, на своей панели, найти все те же приложения, которые мы с вами обсуждали. Напоследок покажу вам классное приложение. Мы его еще рассмотрим на следующем занятии. Такой мостик я сделаю. Да, здесь у нас есть приложение, которое называется «Инструменты класса». В панелях Q и Q+, данное приложение существует. И здесь в инструментах класса есть очень забавная штука, которая называется занавес. Занавес позволяет закрыть шторы, предварив рассказ о дальнейшем, да, там, или на перемене, и потом их торжественно открыть. Вот, так что рекомендую вам на следующей неделе, пока у нас вебинара не будет, потренироваться в использовании белой доски, потренироваться в использовании различных приложений, набросать на флешку различных презентаций, продемонстрировать их на белой доске, чтобы накопить вопросы, которые мы сможем с вами рассмотреть в течение, в том числе и следующего вебинара, и задать их мне, да, если у вас они есть. Я с вами прощаюсь. Благодарю вас за обратную связь. Благодарю вас за огонечки. Вижу еще один вопрос. Можно ли сделать викторину? Ну да, последняя новинка – это приложение, которое называется «Голосовать». Вот оно здесь. Здесь можно быстро создать голосование для детей и здесь поставить варианты ответа и создать голосование. По QR-коду дети со своих мобильных устройств проходят, ну или с устройств ноутбуков, и в режиме реального времени голосуют за тот или иной ответ. Да, если вам нужно узнать, куда можно сходить, например, куда дети хотят сходить, какой выбор их заинтересует, ну и так далее. Так, вижу еще один вопрос про запись. Да, она будет с рассылкой. Если больше вопросов нету, то я вас благодарю за внимание. Завечу, что сделала в телеграм-канале группу NewLine. Вы можете отключиться к этой группе. Это группа для быстрой связи, да, для быстрых вопросов. Если они у вас возникают, то вы можете писать туда, и я постараюсь на них ответить и помочь вам, если у вас есть какие-то интересные открытия, также пишите о них в этой группе. Да, до следующего вебинара. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok